Привет вам из ДНР! Помните, как Одиссей в один из моментов попал в волшебнице Цирцея, которая его друганов в свиней превращала? Но там не в этом дело. Когда он спросил у нее, как же мне добраться домой, то Цирцея посоветовала ему между Ссылой и Харибдой добраться до Аида и поговорить с прорисателем Тересием. Разум ему сохранен Персифоной и мертвому. В Аиде он лишь с умом, все остальные безумными тенями веют. Так вот, иногда мне кажется, что наше вот это сообщество, которое на Украине стало против желтоголубизма, это такой себе Тересий в окружении безумных теней, которым вообще что-либо трудно донести, доказать. Они просто летают и вводят. И вот одна такая безумная тень, не одна, их много и будет становиться все больше, залетела и ко мне в Божик и говорит, мы украинцы, поедьте до нас в село, у нас хаты побелены, мы гостыньи и все такое, а вы в ДНР заводы вывозите. Вообще, вот этот пассаж про побелены хаты, это, в общем-то, классика. Есть категория людей, они же верят в эзотерику, в то, что пирамиды построили инопланетяне, и в то, что на Украине черпурненьки села с побелеными хатами. Но давайте сначала про хаты. Я был в Черниговской области, там десятки брошенных, выбирших сел. Я был в Житомирской области, в селах, где первый вопрос, который хочется задать, как вы тут вообще живете? Это вот вдоль Тетерева, там прекрасные села, где дома сконструированы из того, что есть под рукой. Что они едят, вообще непонятно. Наверное, мед дихих пчел. В Черкасской области села, в районе Ердынских болот, где даже мобильная связь не ловят. А единственный магазин среди развальных хат работает три часа в день. Или села в Киевской области, где еще несколько лет назад электричество давали по два часа в день. Или села в Запорожской области, где можно идти по улице, и если увидят, что ты приезжий, у тебя начнут просить пять гривен на похмел или на еду. Вот такие вот на Украине чебурненькие села с побеленными хатами. А в реальности покосившиеся заборы и вымирающее население. У нас вывозят в ДНР заводы. Я не видел, как это делают. Или не делают, поэтому я не буду отрицать, это надо разбираться. Я не спорю, возможно, и вывозят заводы. Например, те, которые оказались на линии фронта и обстреливаются, может хоть что-то от вас спасти, так и вывозят. Не буду отрицать. Хотя я лично сомневаюсь в этом. Но давайте лучше спросим, а где ваши заводы? 25 лет назад у СССР была страна, где треть населения работала в машиностроении. Огромные экскаваторы, тепловозы, 30 тысяч грузовиков в год, сотни тысяч автомобилей, десятки тысяч автобусов, компьютеры, оборудование для металлургической промышленности, половину всех советских электротрансформаторов. Где это все? Вот я смотрю, ЛАЗ, корпуса, опущены на аукцион, оборудование вывезено, завод умер, Николаевский машзавод, банкрот, оборудование вывезено. Где вы были, когда вы возили ваши заводы? Каяны, где завод Веркон, почему там руины? Почему вместо огромного станкостроительного завода склад китайских резервов? Вам не интересно, кто вывез оборудование и куда? Или жители Харькова бывают, тоже интересуются, вывозят ли заводы? А где ваш ХТЗ? Где ваши харьковские тракторы? Куда, кто и когда вывез? Или жители Запорожья, что там с алюминиевым комбинатом? Нормально? Сколько там сейчас работает на крупнейшем в Европе алюминиевом комбинате? 40 человек? или 50? А что там с автозазом? Куда вывезли это все? Или Херсон? Напомнить, что у вас в центре города на огромной фабрике легкой промышленности. Напомнить, торговый центр фабрика, а переход, огромный переход, один из трех в вашем городе подземный, помойка, куда нельзя зайти, где оборудование с этой фабрики, куда его вывезли. Украинская Советская Республика была одним из лидеров экономики среди европейских стран. Химическая промышленность, легкая промышленность, машиностроение, каждый третий работал в машиностроении. И где все это теперь? Кто вывез? Почему вы не спрашивали? А по всей стране руины этих заводов. И теперь не знаю, на что вы рассчитываете? Да на что вы можете рассчитывать? Безумные тени, которые веют вокруг Тересия. Что вы куда-то там дернете в Европу? Что вдруг станет лучше? Стран 25 лет становилось все хуже, а тут вдруг стоит только повоевать в гражданской войне с непонятными целями? Неясно зачем? Вот зачем вам эти заводы, о которых вы спрашиваете? У вас под носом в Черкасах, в Херсоне, в Виннице, во Львове, в Драгобыче, в Чернигове, во всех областных городах, что у вас еще остались? Руины под носом вместо заводов, склады. Зачем вам еще заводы Донбасса? Какое вам до них дело? В Евангелии от Матфея, вы же христиане, есть такие слова, что тебе соринка в глазе брата, если у самого в глазе бревно? Вытащи его лицемер, а потом получай, так вот, разберитесь сначала с тем, кто ваши заводы вывез и куда и куда они делись. Вывозят ли с Донбасса заводы или нет, это вопрос, тут разбираться надо. Но то, что у вас из-под носа вывезли, это факт. Во Львове можете сходить на ЛАЗ, полюбоваться, в Киеве сходите на Электронмаш или Киевприбор, полюбуйтесь, или на Веркон, в Харькове пойдите на ХТЗ, да в конце концов на танкоремонтный завод, посмотрите, в Запорожье на Титаномагниевый, опять же на Алюминиевый, в Днепропетровске, сходите, полюбуйтесь, что происходит с вашим Южмашем, в Одессе, вспомните, где ваше черноморское пароходство, кто его вывез и куда, а потом будете уже задавать вопросы, вывозят отсюда или нет, в конце концов, это уже просто не ваше дело, тем более, с кем нам тут равняться, с вами, с людьми, которые, мягко говоря, про проели и не заметили десятки тысяч предприятий, 300 отраслей было, а теперь смотрят на вот тут оставшиеся два десятка заводов, не вывезли, вы за них что, жить собираетесь? Я напомню, маленький урок из экономической географии Украины, это вообще в школе учат, Украина это 8 из 10 баллов по обеспеченности природными ресурсами, огромное количество марганца, много газа, даже нефть есть, все строительные материалы, железная руда, реки, треть мирового чернозема, четвертое место в мире по пахотным землям, когда-то была, да, и промышленность, но ее нет, но вот это у вас еще остается, ну займитесь вообще своей землей, реализуйте что-то, покажите, и все к вам потянутся, и Донбасс, и может даже Крым вернется, а пока что все это напоминает с вашей стороны, я думаю, все знают, кто такие, скажем, алиманы, да, это германское племя, дикое, которое носило высокие прически, чтобы казаться выше, ну в первую очередь самим себе, наверное, но культурных людей эта тема никогда не впечатляла, то же так же, как белых покорителей Америки не впечатляли перья на голове, так и нас, вот эти понты с белыми хатами, с европейским майбутнем, не впечатляет, потому вы для нас просто безумные тени, и говорю я это все, к сожалению, в пустоту, ничего вы из этого не услышите и не поймете, но понять вам из этого речи всей стоит главное, займитесь собой и выключите ваше дело, что и как тут с предприятиями Донбасса, на этом сегодня все, привет вам из ДНР, и